Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь со своим коллегой в том, что зависимые люди в данном случае меняют просто одну зависимость на другую. Вот, да, эти люди, организации дают своим, ну, участникам, своим членам. Значит, они дают новую жизнь, они дают новую цель, но эта новая цель, она влияет на людей, которые оказались на грани, значит, наше здоровье убийство из-за наркотиков или из-за алкоголя. Вот, да, это вот новая цель, которая, по сути, привязывает их так же сильно к себе, как и все остальное. То есть, по факту, излечение от наркомании в научном понимании этого слова или в медицинском понимании этого слова, когда человек полностью свободен и не испытывает вообще какой-либо тяги. Именно такого не происходит, потому что, ну, простите, здесь просто одно вытесняется другим и все, и все. Можно ли это назвать помощью? Ну, с точки зрения, на самом деле, если вы сами считаете для себя, что это можно назвать помощью, ну, все. Это ваш выбор, вы имеете полное право этот выбор сделать, отговаривать вас лично я не собираюсь, вот. Но, еще раз повторю, важных проблем, ключевых проблем, как и проблем других людей, подобные вещи не решают. Это однозначно, да, ну, хотя бы потому, что никакой перестройки ценностей не происходит. То есть, появляется новая одна ценность, вот, а эту ценность пытаются, значит, сделать ключевой, сделать, как бы, основной. Вот, но при этом сам человек подавляется, вот. И, опять же, важно понимать, что кому-то, для кого-то это важно, для кого-то это работает. Например, если, вот, допустим, как вы, да, вы находитесь в кризисе. Да, вы попали в непростую жизненную ситуацию, и вам нужна поддержка. И, естественно, что вот именно таким людям, подобные организации, и помогают, когда кто-то оказывается в кризисе, эти люди, значит, оказываются рядом, и они просто-напросто пытаются овладеть человеком, возьмите над ним власть. То есть, посмотрите, что объединяет этих всех людей, которые, вот, ну, в этой организации. Всех этих людей объединяет то, что у них когда-то был кризис. Понимаете? Можно ли считать, что человек от хорошей жизни пришёл туда? Нет. Можно ли считать, что человек, если он окажется, ну, вне организации, ему будет хорошо? Нет. Нельзя. Нельзя. Нельзя этого сказать. Не будет так. Не будет такого. Вот и решите для себя, вы хотите заменить одно другим, или вы хотите полностью избавиться от кризиса. Ну, например, понять, почему вы забеременели от человека, который вас потом бросил. И почему, например, вы, грубо говоря, названиваете этому человеку, да, хотите его вернуть, когда он уже вас бросил. Понимаете? Вот. Почему вы говорите, что у вас нет никакой поддержки, да? То есть вам нужна поддержка. А зачем вам поддержка? Почему вам нужна поддержка? Вы же сами взрослый человек, у вас есть свои ориентиры. Вы же, наверное, решили оставить ребёнка, да? Ну, вот. Судя по всему, вы решили оставить ребёнка. Но если вы решили оставить ребёнка сами, если это ваше желание было, оставить ребёнка, то, соответственно, вы же оставляли его не в расчёте на то, что появится какая-то организация, которая будет помогать вам. Но, я полагаю, ещё нет. То есть вы рассчитывали и планировали, наверное, как-то сами справляться. Ну, я так думаю. Вот. И стоит подумать о том, как вы сами будете справляться с кризисом. Если у вас родится ребёнок, какой вы будете мамой для него, если будете находиться в зависимости от организации, от каких-то людей, которые вас не хотели выпускать даже. Я понимаю, что вам сейчас тяжело. Я понимаю, что вы сейчас догадались в достаточно трудных ситуациях. Ну, вот. Из которой вы, вероятно, не видите выхода. Вот. Но всё это можно исправить. И исправить так, чтобы ребёнок, если он появится на свет, или вы, в любом случае, были счастливы. Организация, организация, она этого не делает, у организации всегда есть свои цели. И если у организации есть свои цели, то, значит, ваши цели и цели конкретного человека, ну, как кого-либо, всегда на втором месте. Ну, и не стоит забывать о том, что ведь вполне может быть такая история, что, например, организация может быть признана вне закона, да? Как экстремистская, там, и так далее. И что тогда? Представьте, сколько людей останутся без поддержки, без подпитки, и что с ними произойдёт? А что с вами произойдёт в этом случае? Вот. То есть вы подумайте для себя, вот, просто по своим чувствам. Стоит ли на других людей возлагать ответственность за свою жизнь? Вот. Стоит ли? Если стоит ли, то ради чего? Ого. Ого. Если стоит, то какие последствия у этого будут? Ох. Ну, ведь организация, она будет от вас, наверное, требовать каких-то средств. Вот. Каких, каких-то услуг. А, если вы будете беременны. Если вам уж так сильно нужна поддержка, то, может быть, имеет смысл не тратить время на мужчину, которому вы не нужны, а постараться встретить человека другого, который сделает вас счастливой, например. Понимаете? Понимаете? Согласитесь, согласитесь, это тоже вариант. Вот и подумайте, какой вариант вам ближе именно на уровне чувств. Если вы хотите, если вы хотите, если вы чувствуете комфортнее себя, когда, например, вы от кого-то зависите, это одно. Если вы комфортнее чувствуете себя, когда вы самостоятельны, ну, когда вы самостоятельны, это другое. Если вы никогда не были самостоятельны, то, как минимум, стоит попробовать, чтобы понять, как это, и, может быть, это лучше, чем все то, что вы чувствовали до сих пор. Чтобы у вас был выбор. Знаете, везде, где есть ограничения выбора и принуждения, как в этой организации, там есть несвобода. И вам с этой несвободой придется, грубо говоря, мириться. Нужно, чтобы вам это нравилось, чувство неслободы. И нужно, чтобы вы понимали, для чего, ради чего, во имя чего это. Во имя чего это, ну, вот то, что вы, ну, как бы, имеете не свободу. Как понимаете? Вот так. Вот так. На мой взгляд, это то, что можно вам ответить на ваш вопрос. И, да, отдельно хочется сказать про то, что вы плачете. То есть вы, у вас есть явные обиды на молодого человека. Вот. Если, да, то, что он вас бросил и так далее. Вот. Я понимаю. Ну, вот, вы, возможно, на него переложили всю ответственность за себя. Возможно, вы переложили всю ответственность на него. Вот. Ага. А теперь, когда его нет, когда его нет, вам хочется переводить ответственность на кого-то другого. И организация, это очень заманчивый вариант. Вот и все. Ага. Ну, и, что касается того, что стоит ли или нет, это решать вам. Я уже говорил, я уже рассказал, да, к чему ведет одно и к чему ведет другое. Нужно, чтобы прежде чем сделать выбор, нужно, чтобы вы, во-первых, сами умели себя поддерживать, перестали плакать, вот у вас позиция такая. Вы напуганы, я одна. Пишите вы. Вы напуганы, вы одна. Пишите вы. Почему вы напуганы и почему вы одна. Если вы учитесь в университете, где ваши родители родные и так далее. Если не родители, не родные, то, соответственно, жилплощадь, которую вы можете использовать для получения средств. Вот. Подруги, друзья, почему вы одна? Как вы оказались одной? А чем именно вы напуганы? Что мешает сделать аборт, если вы не можете воспитывать ребенка? Да? То есть это абсолютно нормально. Вот. Поддержка. Поддержка кого? Во имя чего? Для чего? Вот. Зачем вы писали парню, звонили? Почему вы считаете, что он должен вам было ответить? Такое ощущение, что вы ищете поддержку от кого угодно. Вам не важно, от кого получишь поддержку, либо ее получить. И самое важное это понять, что единственный источник поддержки для вас, это вы сами. Если этого нет, вы всегда будете не свободны. Нет, если вы готовы быть не свободны, пожалуйста. Но будете ли вы чувствовать себя комфортно, а самое главное, пожелаете ли вы себе и своему ребенку, если он родится, жить в этой не свободе? Вот в чем вопрос. Имеете ли вы право, например, делать выбор за своего ребенка, жить в не свободе? Я полагаю, что на эту тему вам стоит подумать. Ну и вообще, я бы рекомендовал проанализировать, как вообще вы оказались в этой всей ситуации. Да, то есть, почему беременность вне брака? То есть, соответственно, пренебрежительное отношение к защите в интимной жизни, да, в сексе. Откуда потребность поддержки? То есть, что вам даже такая поддержка нужна. Как у вас вообще дела с выстраиванием отношений с людьми? Да, друзья, там, коллеги и так далее, и так далее, и так далее. Ну, соответственно, вы говорите, что вы учитесь в университете, значит, вы на что-то учитесь. То есть, вы где-то живете, как вы живете и так далее. Если у вас есть родители, но они живут в другой стране, в другом городе, соответственно, имеет смысл ненадолго хотя бы уехать к ним, взять там академический отпуск, например, и приехать к ним, собраться с силами, восстановиться. Это может быть родить ребенка, если вы хотите все-таки его родить и так далее. Вот. Вот это все необходимо прианализировать, сделать, чтобы вы были свободны, и потом уже совершать выбор. А сейчас это не выбор. Сейчас это просто нужда. Нужда не есть выбор. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.